И мой первый вопрос. Вот мы говорим достаточно много об оппозиционной деятельности, но все чаще и чаще в комментариях разные призывы звучат. Давайте объединяться. Оппозиция всего Казахстана, давайте объединяться. Кто такая оппозиция вообще? Кто такой оппозиционный политик? Ботта, можешь рассказать, пожалуйста? Да, конечно. В первую очередь я хочу сказать всем привет. Ребята, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, потому что мы находимся в теневом бане, нам нужно выходить из него. Не забывайте писать ваши вопросы и комментарии во время нашего эфира. Ну, вернемся к своему вопросу, Люда. Я очень рада, что ты сразу спросила, что такое оппозиция, потому что я думаю, что в первую очередь надо определиться с дефинициями, определиться с понятиями, то есть конкретно понимать, что есть оппозиция, и тогда нам будет легче говорить, кто должен садиться за один стол, фигуративно говоря. Ну, оппозиция, да, мы возьмем просто то понимание, которое существует в мире политики. Оппозиция – это люди, организации, движения, которые не находятся у власти, но стремятся к власти. Вот здесь очень важная вещь, потому что очень часто пропагандисты режима, они как бы пытаются обвинить ДВК, КОЩЕ, да, то есть реальную оппозицию в том, что они стремятся к власти. Но это само по себе обвинение абсолютно абсурдно, потому что понятие стремления к власти заложено в самом понятии оппозиции. И если какая-то организация, движение, общественный лидер не стремится к власти, участвует активно в социальной жизни, но при этом не стремится к власти, не заявляет о своих, как бы, целях прийти к власти, то эта организация, лицо, общественный деятель не является политическим, потому что политика сама по себе тоже по определению – это борьба за власть. Вот такие простые дефиниции. Это надо очень четко усвоить. Поэтому, когда кидают обвинения, а, оппозиция стремится к власти. Да, ребята, да, оппозиция стремится к власти. Это плохо или хорошо? Это заложено в дефиниции. Это абсолютно не так. Это так должно быть. Давайте так. Плохо-хорошо? Хороший вопрос. Мухтаха, вы хотите добавить или я продолжу плохо-хорошо? Я готова ответить, плохо или хорошо. Да, мы вместе ответим. А как будет меняться власть, если не будет оппозиции? Ну вот у нас личный Назарбаев, он единственное поставил подставной мебель, такая вот. Суть как раз власти и заключается в том, что народ регулярно, каждые 4 года, меняет своих представителей во власти. И те, кто не хочет власть, он должен бороться за власть, выходить со своей программой. Народ должен выбирать эти программы, поддерживать. И так власть меняется. Это, собственно, каждые 4 года должно происходить. И в результате действующие политики, которые во власти, получают своего нового противника, оппозицию. Это природа власти. Иначе власть никогда не будет меняться. Тогда не удивляется, что один человек сидит больше 30 лет у власти. Нам даже ханства не нужно. Вот у него абсолютная власть. Вот, собственно, люди должны понимать, что оппозиция всегда должна стремиться во власть, взять власть с целью реализовать свои программы, которые поддерживают народ. И эта поддержка выражается путем голосования. Если народ большинством голосовым проголосовал, допустим, за кандидатом президента, за политическую партию, они пришли во власть, чтобы реализовывать свои программы. Вот, собственно, и все. Да, и если какая-то группировка или какое-то лицо держит монополию на власть, и в обществе отсутствует другая группа, другие политические силы, которые стремятся к власти, то это мы говорим о диктатуре. Мы говорим об авторитарном обществе. Потому что именно в авторитарном обществе тот режим, который находится во власти, он хочет сохранить монополию на эту власть. В нормальных странах с нормально функционирующей политической системой. Власть, она даже не находится в одних руках. Она не находится в одной группировке. Она всегда равномерно как-то там распределена между разными политическими силами, движениями, как бы институциями надо. Тут очень важно сказать, институты важны. Поэтому, когда происходят выборы, допустим, в той же Германии, никогда никто не кричит о конце света и говорит «все, все, падение режима». Нет, потому что просто от этого, независимо от того, кто выберут, пресса не перестанет работать. Независимо от того, кого выберут, суды, судебная система будет продолжать работать. И именно вот к такому обществу мы стремимся. То есть мы стремимся создать общество, где нет монополии на власти. Продолжение следует...